Продолжение следует... 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 то есть продолжение образования и самообразования, осознанное планирование своего актуального и перспективного круга чтения, ну и, естественно, чтение должно помогать некоторое трудовое и социальное пояснение. Более того, ГОС конкретно, что чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, создание образов отредного будущего, то есть, подведя такой небольшой итог вот этим планированием результатов по основному общему образованию, можно сказать, что ребенок, выпускник пятого класса, должен не только уметь читать и искать нужную информацию, отсидеться, но также любить эти деньги и искать как можно больше возможностей почитать то, что пригодится ему именно в будущей жизни. А древние программы также в области чтения говорят нам о том, что выпускник девятого класса должен научиться читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, которые содержат некоторое количество неизученных языковых явлений. То есть, если в начале школы неизучить языковых явлений у нас достаточно мало, здесь в среднем зале они постоянно добавляются. Более того, выпускник девятого класса должен научиться читать и выборочно применять значимую независимость и запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, которые содержат некоторое количество неизученных языковых явлений. Более того, каждый выпускник средней школы должен получить возможность научиться, да, то есть мы отбаз в уровне немножко переходим к повышенному языку, читать, полностью понимать несложные аутентичные тексты, которые построены в основном на изученном языковом материале. Догадывать соозначениями знакомых слов по сходству с русскими или родными, по словообразовательным элементам и контексту, и сможем начиная говорить о таком явлении как языковая догадка. Ребенок получит возможность научиться игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, которые не мешают понять основное содержание текста. Я думаю, все со мной согласятся. Данное умение очень важно не только при выполнении контрольных экзаменационных работ, но и в жизни в целом. Когда мы читаем какую-то литературу на иностранном языке, мы просто не имеем возможности постоянно смотреть слова, если это какая-то важная, сложная литература. Мы должны игнорировать непонятные, незначенные слова. Пользоваться сносками лингвистом и справочником. Умение тоже очень важно, потому что современные дети очень быстро вбивают все в поиск в интернете, а вот то, чтобы открыть книжечку и посмотреть, что же это значит, для них уже проблемы. То есть наша задача учить их, если всем пользоваться. Проверить уровень достижения всего вышеперечисленного, естественно, основной госэкзамен, если мы говорим о средней школе. И более подробно, конкретно по учтению, все данные умения перечислены уже в кодификаторе ОГЭ. Итак, пункт 3.1. Кодификатор говорит о том, что дети должны понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров. Это на самом деле задание 9.2. Генна, соотнесение текста и заголовка. Пункт 3.2. Говорит о том, что ребенок должен выборочно понимать нужную интересующую информацию из текста. Это уже задание 10.3.17 ОГЭ. Причем здесь важно отметить, что в данном задании, когда в данном нужно ответить, что в фолзе не следует, имеется всего-навсего одно задание вверху уровня сложности, когда ребенок должен поднять эксплицитно выраженную информацию. И все остальные задания, это уже второй уровень сложности, когда имплицитно выраженная информация, то есть ребенку приходится немножко порассуждать, рассуждать, делать какие-то там логические выводы и, собственно, найти ответ, либо да, либо нет, либо не сказать. И, естественно, пункт 3.3. Это полное точное понимание содержания несложных, агентичных, адаптированных текстов разных жанров. Здесь мы с вами говорим про изучающее чтение, но как таковое изучающее чтение у нас конкретным заданием, слава богу, пока не видно, потому что это достаточно сложный тип чтения. Однако оно является помощником при выполнении 9 и задания 10.3.17. И, на основании, наша задача с вами состоит в том, чтобы научить детей таким типом чтения, как ознакомительное, просмотровое и изучающее. Давайте поговорим конкретно про каждое из этих типов. Итак, ознакомительное чтение – это чтение с целью ознакомления с информацией, формирования какого-то общего, самого общего представления о содержании смысла и текста, ориентировки в нем и выявления наиболее существенной информации. На самом деле, задание на проверку навыка именно ознакомительного чтения – это задание первого уровня сложности, именно поэтому многие методисты советуют начинать обучение именно с этого типа чтения. То есть оно самое простое, самое доступное в принципе для сеть. Однако, ознакомительное чтение обладает определенным набором характеристик. Во-первых, читать необходимо быстро. Дети должны читать весь текст, не кусочками и разбирать каждый кусок отдельно. Весь текст прочитали, потом работали. И следующая характеристика – это точное понимание основного содержания и наиболее существенных деталей. Опять-таки, читатели должны игнорировать те моменты, которые они не понимают в плане какой-то сложной, неизученной лексики, но их задача состоит в том, что после всего текста вытащить ту основную информацию, которая от них потом будет требоваться. И, собственно, поможет соотнести абзац к заголовкам. Итак, при работе с данным типом чтения есть несколько рекомендаций. Во-первых, ни в коем случае не господинам детям обращаться к словарю. Иначе каким образом они потом будут формировать языковую догадку, если с самого начала мы будем учить их тому, что всегда можно что-то открыть и посмотреть. На экзамене точно нет словаря. В жизни-то, конечно, они его могут потом при желании открыть, но на экзамене никак. Нельзя, и мы сразу должны на это мотивировать детей, многочислено, несколько раз возвращаться к прочитанному. Опять-таки, если мы говорим про экзамен в 9 классе, не будет там 10 раз перечитать тексты для соотнесения с заголовком. Его там просто нет, потому что линейка по времени достаточно маленькая, скажем так. Нельзя прерывать чтение из-за встречи с незнакомым словом и непонимания некоторых фактов. Об этом мы с вами уже сказали. Языковую догадку мы формируем. Для работы над такими текстами, над данным типом чтения, берутся достаточно длинные и легкие в языковом отношении тексты, особенно на самом начальном этапе формирования этого навыка. В каждом из этих текстов должно быть не менее 30% избыточной второстепенной информации. Ну, иначе, как мы будем учить детей, и, собственно, отсекать ненужное, лишнее и искать основные мысли. Таким образом, избыточной информации все-таки нам с вами нужно. Как вы видите на слайде, УМК Спотлайт предлагал огромное количество заданий на формируемые данные типы чтения. Это и соотнесение абзацев с заголовками. Это и соотнесение картинки с текстом. Вот второе задание, где мы видим панточку сверху, экологические проблемы у нас представлены. Это и дополнение информации пропущенной, дополнение с головочков к микротемам и так далее. Принципы работы над данным типом чтения еще раз необходимо озвучить. Во-первых, мы проводим его в режиме дефицита времени. Что делаю я со своими учениками? Я на телефону ставлю таймер, говорю им, сколько у них времени на чтении текста. Например, you have two minutes. Я ставлю таймер, и дети прекрасно знают, что как только таймер развенит, мы с ними уже начнем работать над этим детьми и далее читать они вам. На начальном этапе периодически возникают проблемы с работой по времени. Однако через несколько текстов, которые были проработаны таким образом, эта проблема снимается. Далее. Марвен и Юн только одна раз речься в ней про себя. Работа на уроке, собственно, не может нам дать шанс читать одно и то же 10 раз. Урок на 45 минут, он не резиновый, там много, что нужно сделать. Далее. После прочтения мы понимаем основную информацию, как они это дело поняли. Один-два вопроса, все зависит от уровня, от ступени образования и, собственно, от текста. И очень важно, мы исключаем перевод на родной язык. Это нам не нужно совершенно. Если мы будем переводить один и тот же текст, каждый урок на родной язык, у нас весь урок пройдет в плане перевода. Собственно, никакой коммуникации, работа с текстом, это предметных навыков, тогда нам не видать это точно. В целом, для формирования навыков работы с данным типом чтений подходит очень много упражнений, практически все из которых представлены в ВМК Степлайта и Старлайта. Однако, наибольший акцент часто подогови делают на последний пункт, вы видите, я учусь в школу, это соотнесение заголовка и абзаца текста, потому что именно навык работать с такими упражнениями все-таки должен иметься в нашей кице перед играми. Однако, я это подчеркиваю очень жирное время, мы формируем навык работы с данным типом чтений, используя все перечисленные упражнения. Собственно, примеры из УМК Степлайта и Старлайта еще раз, когда мы должны поставить заголовки. И переходим с вами к следующему типу чтений. Это просметровое. Стоит небольшой шажок вперед, вверх по уровню сложности. Итак, цель просметрового чтения это получение общего представления о содержании текста, теме и круге рассматриваемых в нем вопросов. Алгоритм обучения просметрового чтения в принципе тоже достаточно несложен и понятен, однако периодически выявляются проблемы. Для начала, мы внимательно читаем заголовок текста и стараемся вникнуть в его смысл, определить основную мысль текста. На экране вы видите, что в УМК слева, с Путлайта, справа, Старлайта такие задания у нас имеются. Чаще всего это номер один задание перед текстом, но, к сожалению, практика показывает, что некоторые коллеги эти задания, к сожалению, упускают. Нельзя это делать, иначе никакого просметрового чтения у наших выпускников сформировано не будет или будет не на том уровне, на котором хотелось бы. Далее, мы читаем первое предложение текста и сопоставляем его содержание с заголовком. Соответственно, дети делают выводы, правы они были, нет, в чем, куда двигаться дальше. Затем читаем первый абзац, сопоставляем его содержание со своим представлением о главной мысли текста. Снова видите на экране, что подобных упражнений у УМК у нас достаточно много, и очень советую их не игнорировать, они все очень пригодятся. Далее, смотрим все остальные абзацы, сопоставляем их содержание с представлением главной мысли текста. И очень важно, обращаем внимание на содержание первых предложений абзацев, потому что очень часто они помогают нам понять, куда своих логических рассуждений двигаться дальше. Затем, пронируем ответный вопрос, о чем повествуются в тексте, и, соответственно, уже обсуждаем. Среди упражнений, которые используются для обучения просмотрового чтения, можно выделить следующее. Прочитайте заголовок заголовья и скажите, о ком или чем, по вашему мнению, будет идти речь в тексте. Выделите в тексте вводную и основную заключительную часть. Прочтите при себе первые абзацы, попытайтесь догадаться, о чем будет идти речь в данном тексте. То есть, в принципе, все задания, которые полностью соответствуют данному алгоритму, которые мы с вами только что разобрали. И опять-таки, как вы видите, и Starlight, и Spotlight предлагают нам огромное количество ресурсов для работы с этим типом чтения. Проверку навыка сформированности данного типа чтения в ОГЭ как раз у нас проверяет задание 10-17, и хвостный стейдик. В принципе, упражнение достаточно простое, структура его достаточно логично и понятно, однако, очень часто именно в этих заданиях появляются ошибки. Первая причина, естественно, была названа уже в начале, там несколько заданий второго уровня службы, то есть, имплицитно представленной информацией, и не все дети внимательно на столько вчитываются в текст и задания, чтобы, собственно, ответить на это. Однако, механисты советуют использовать следующие стратегии выполнения данных заданий. Для начала, мы внимательно начинаем читать «Знают, да, люди?». Мы приступаем сразу к тексту. Мы начинаем с задания. Понимаю, что коллегам это всего достаточно помогает, однако, наша задача очень четко сформироваться осознанием вот этой стратегии наших школьников. Далее, мы читаем утверждение и понимаем его в полных смысл. Но, ябинцы начинают сразу читать текст. Потом, потратив кучу времени на чтение текста, они приступают к чтению утверждений, которые нужно ответить и трофосно встретить. Они теряют кучу времени, потому что после чтения утверждений они опять возвращаются к чтению текста. Соответственно, не очень по времени это все логично. Я своим детям всегда говорю, начинайте с конца. То есть, сначала прочитайте, пожалуйста, утверждения, о том, понимая, что от вас будут спрашивать и что от вас хотят в итоге, вы уже вернетесь к тексту. Далее, особое внимание нужно попросить детей определять на такие маленькие, но определяющие слова, как some, always, no, never и так далее. Потому что они маленькие, детям кажется, что они совершенно незначительные, но очень часто эти слова могут в корне поменять смысла. Далее, в утверждениях дети подчеркивают ключевые слова и увидим ключевым словам ищут нужную часть текста. Затем, еще раз читаем утверждение и только после этого выбираем либо true, либо false, либо not static. В принципе, достаточно логично и понятно, но определенные советы, как сделать эту работу еще проще для детей, все равно у нас выделяются. Мы должны активировать детей на том, чтобы они думали о смысле вообще и о чем конкретном вот прямо вот здесь вот написано, а о полном смысле, который несет утверждение текста. Мы концентрируемся на вопросе точно так же, как и на самом тексте. Я уже говорила о том, что дети очень часто концентрируются на тексте, а вопросы почему-то проходят у них стороной. Нельзя подделать. Все ответы основаны только на информации из текста. Здесь нужно подчеркнуть тот момент, что утрированный пример приведу. Все дети знают, что у нас земля вертится вокруг солнца. Но если в тексте не было этой информации, нельзя отвечать трубку. Мы основываемся только на том, что написано в тексте не привлекаем никаких фоновых знаний, которые отсутствуют в данном конкретном тексте. Далее. Дети должны быть осторожны не только с этими словами, как сам, и так далее, но и с глаголами подтверждениями такого порядка, как now, believe, be sure. Они тоже могут в корне поменять смысл высказывания. Ответ содержит все варианты и true, и false, и not true. Очень часто встречаются в работе, когда варианты в принципе вообще отсутствуют. Таким образом, если его нет, нужно мотивировать детей на то, чтобы они искали ошибку. Все три варианта в экзамене у нас есть. Мы не читаем весь текст. Вот это вот новость для некоторых учащихся, потому что они свои приоритетные задачи видят в чтении текста. И нужно по ключевым словам ищем нужную часть. Университет предлагает огромное количество заданий для развития данного типа чтения. И искать вам это старло это очень богато подобными примерами. Последний тип чтения, сложный тип, который как бы является помощником для всех остальных предуправленных заданий, это изучающие чтения. Вид информативного чтения, требующий тщательного прочтения текста, его анализ с установкой на полное понимание и сохранение договорения памяти. То есть, если при просмотровом и изучающем, при просмотровом чтении мы не нацеливались на то, чтобы сохранять эту информацию у себя в памяти, здесь, после такого полного анализа, информация будет запечатлена. среди упражнений, которые используются для обучения этому типу чтения, выделяется следующее. Распределение фактов, которые содержатся в тексте по степени важности, добавление фактов, не меняя структуру, составление аннотации, рецензии, реферат, перевод на родный язык указанных рефератизаций. Здесь очень важно понимать, так как мы цитаем аналитический текст, приводный родной язык практически бывают в Абхазии. Более того, важно отметить, что каждый ученик выполняет дома домашнее задание в том формации, в котором он всегда проверяется в школе. Поэтому, если мы с вами формируем навык просмотрового, изучающего чтения, мы не должны мотивировать детей на то, что дома они читают весь текст и переводят его, а потом 20 минут урок будем читать, проверять, как перевели и так далее. Наша задача состоит именно в развитии навыка чтения, а не навыка загнать текст в переводчик, распечатать и, собственно, выгодить за свою работу. Это нам совершенно не нужно, ни к чему хорошему это не приведет. Таким образом, с самого начала нашей задачи мотивировать детей на выполнение заданий в том формате, в котором мы будем его проверять. Если нам нужны ответы на вопросы true-false мы встретим, пускай они в тексте подчеркнут те фразы, которые помогают мне сделать вывод. Они просто так спишут откуда ответы, true-false мы встретим. Наша задача состоит совершенно не в этом. Но все данные навыки в принципе были бы малоэффективны, если бы у наших детей не формировалось критическое мышление. Именно поэтому вторую часть данного семинара сразу бы посвятительна технологии развития критического мышления, но в рамках работы над текстом. Итак, целью данной технологии является развитие и самореализация личности ученика. Среди задач технология выделяет создание условий для развития креативного мышления. Я подчеркиваю именно креативного данного, в первых сталкиваемся с данным комитетом путем нестандартной организации человеком светодиодного процесса. Я думаю, что к концу семинара вы согласитесь, что организация процесса не совсем стандартная, а также задача состоит в глубоком и осознанном усвоении базовых зданий за счет их использования в различных ситуациях. Технология развития креативного мышления выделяется в три стадии. Это стадия вызова, стадия осмысления информации и стадия рекрессии. Если говорить про работу над текстом, все эти три стадии очень хорошо подходят нам. Стадия вызова это re-reading tarsk, осмысление информации while reading tasks и рефлексии понятно after reading. Итак, среди приемов стадии вызова, но в принципе эти приемы вы сейчас увидите, могут быть использованы на любой стадии абсолютно. Можно всю работу над текстом построить в рамках одного приема. Поделим следующее. Выглядит как, звучит как, тонкие толстые вопросы, кластер, хочу узнать, знаю, узнал и так далее. Ну и подробнее про каждый из них. Итак, прием выглядит как, звучит как, замечательно помогает нам в формировании именно репутивных универсальных учебных действий наших учеников и направленных на присвоение понятий и терминов. То есть, наша задача при выполнении данного упражнения, данного приема сделать так, чтобы дети включили свои ассоциации, причем не только зрительные, с этим у них редко бывают проблемы, а еще и звуковые. К примеру, такое понятие, как крысмус, у каждого ребенка, даже средняя звена, оно характеризуется с рождественской елкой, с Санта-Клаусом или Дедом Морозом, который подарки принесет, собственно, с подарками, украшением или каким-то праздничным угощением и так далее. Созвыкновение здесь бывает немного сложнее, но тем не менее Рождество, Новый Код все равно так или иначе ассоциируется с рождественскими песенками. Песенок ученок выбрался, знает уже с первого класса. И одна ассоциация, когда мы проходили эту тему, затрагивали со своими учениками, был вот именно шорох открытий подарков, да, то есть тоже очень интересная ассоциация. Следующий прием таблица толстых и тонких вопросов. Здесь очень важно понимать, что тонкий вопрос подразумевает под собой репродуктивный и однословный ответ. И очень часто это вопросы, начинающиеся на вопросительные слова who, what, when, could they и так далее. Толстый же вопрос, толстый, что он проблемный, да, требует большого ответа, достаточно глубокого оснасления заданий и рациональных рассуждений вместе с собственным анализом информации. Здесь мы можем предложить детям именно на стадии вызова такие вопросы, как explain why и далее по тексту. Why do you think so? What is the difference? То есть мы можем предложить данные вопросы на стадии вызова, затем на стадии осмысления и, собственно, на стадии рефлексии уже опять перед ним вернуться. Вот, к примеру, текст из УНК Spotlight, отрывок из путешествия к центру Земли Юльверна, когда мы можем на стадии вызова попросить себя детей просмотреть тексты глазками, не читать себя подробно и ответить на вопрос, например, Who is the main character? What do you find? И так далее. Два-три вопроса для того, чтобы они вникли в тему и поняли, что от них дальше вы будете хотеть и что-то. На стадии уже осмысления, когда мы можем перейти более подробно к толстым вопросам, мы можем задать такие моменты, как What do you think will happen if they don't hide from them? И так далее, и так далее. Why is it so important to find this knife? И многие-многие другие вопросы на семинарах учителей периодически столько действий, просто успокоя записывать. Следующий прием это прием кластер или гроздья. В принципе, гроздья предполагают организацию материала именно в виде гроздья винограда, но в виде презентации проще было это сделать таблицей. Здесь смысл состоит в том, что мы выделяем смысловые единицы текста и графически оформляемых в виде гроздья. Вот, например, тема holidays. На этапе вызова дети могут предложить свое развитие событий. То есть, мы не говорим, что будем говорить о работе в рамках темы holidays и их ассоциации. Мы будем говорить про подарки, праздники. Мы можем обсудить какие-то конкретные праздники. The victory, Christmas и так далее. Далее разбиваем логику рассуждений детей. Если это подарки, какие конкретные подарки, о чем мы можем читать, Power Skates, Cards, если это День Победы, что конкретно, что мы можем встретить в тексте и так далее. Таблица «Знаю, хочу знать, узнал». Ну, если честно, это один из любимых приемов личных в моей практике. Я его применяю не только как учитель английского языка, но и, собственно, как классный руководитель теперь уже восьмого В-класса. Итак, данный прием, данная таблица нам помогает, во-первых, что очень важно, собрать уже имеющуюся информацию, то есть фоновые знания детей, расширить знания по изучаемому вопросу, систематизировать эти знания и повысить мотивацию к изучению нового на стадии вызова, что, опять-таки, подчеркнуть, важно, с последующим возвратом данному материалу уже на стадии рефлексии. Вот, посмотрите, Thanksgiving Day, когда мы его разбираем, практически все дети знают, что это американский правиль, они едят индейку, и это семейное торжество. Что они хотят узнать? Вот здесь мы возвращаемся к тому, что роль учителя в современной школе состоит в том, чтобы направлять детей в то русло, которое, собственно, нам с вами от них нужно. То есть, дети могут очертить свой круг вопросов, которые хотели бы узнать, но наша задача подвести их еще и к тем вопросам, которые будут освещены потом в тексте. Итак, хотят дети узнать, когда празднуются, какие традиции, какая история, какую из преиспетентов сделают сами. Обратите внимание, что третью колоночку Now I Know я намеренно оставила в студии, потому что это та колоночка, к которой мы возвращаемся уже на стадии рефлексии, то есть, после прочтения текста. Следующий прием верные и неверные высказания. Опять-таки, перед чтением текста наша задача дать ребятам информацию, чтобы они проанализировали, о чем мы будем с вами говорить. Вот, например, у МК для шестого класса Спотлайт предлагает нам текст про детективы, писателей и наша задача до чтения текста посмотреть, что знают дети в принципе по данной теме. Мы можем предложить им следующее высказывание, следующее утверждение. А дети уже определяют по своим фоновым знаниям, где это подчеркивают, правда это или нет. Похожую структуру игра верите ли вы имеет. Еще иногда дети называют Донетка. То есть, в принципе, структура та же, но здесь добавляется колоночка Before Reading, то есть, это фоновые знания детей до прочтения текста и After Reading, то, что они узнали из текста. Соответственно, после работы с таким приемом детям очень просто посмотреть, какую новую информацию после чтения текста они получили. При выполнении данного приема очень важно мотивировать детей на то, что мы не будем ценивать количество их ошибок в рубрике Before Reading, чтобы они не боялись это делать, чтобы они не переставали думать, анализировать и, собственно, размышлять. Потому что наши дети же привыкли, что мы за все абсолютно ставим оценку. Не всегда нужно это делать. Следующий прием достаточно широко используемый даже в таких предметах как химия, биология, физика, это написано синхронно. Все мы с вами знаем, что сонг 5 по-французски, то есть стихотворение, состоящее из пяти строк. Первое. Мы одним словом обозначаем тему. Чаще всего это имя существительное. Далее. Описываем тему двумя словами. Это прилагательное. Затем в третьей строчке описываем действие в рамках этой темы тремя словами глаголы и причастия. Затем из четырех слов составляем фразу, которая выражает наше отношение к теме. Здесь уже могут быть разные части речи. И в пятой строчке это синоним из одного слова, который повторяет суть нашей темы. Сразу оговорюсь, что не всегда прямо слово в слово соблюдать данные плавно у себя на уроке, потому что все-таки такой предмет, как английский язык, периодически вносит свои коррективы. Например, иногда нам нужно поставить пассивный залог, а это как-то уже сразу два слова, как-то маловато тогда будет. Правильно? Иногда нам более-не-более нужен артикль, более-не-более нужно добавить глагол to be, чтобы у детей не терялось вот это умение его ставить, потому что я обещаю, что они все-таки забывают. Итак, вот несколько примеров написания St. Квейн, например, American Holidays, первая строчка тема Thanksgiving, какой это праздник, Happy, thankful, что они делают, get together, опять-таки, два слова, но глагол один, pray, send, наши отношения, it is celebrated by all Americans, синоним charity, и так далее, то есть примеров на самом деле очень много. Говоря про St. Квейн, можно также сказать, что этот прием можно использовать в принципе на любом этапе работы с текстом. Это может быть этап вызова, когда мы опускаем первую строчку, предоставляем детям со второй по пятую, и они по этой информации должны понять, о чем мы будем говорить. Это может быть проверка домашних засаданий, когда мы не читаем и не переводим весь текст в уроке и не теряем на это время, а задача детей состоит в том, чтобы прийти и написать синтез по данному тексту. Классно. Во-первых, у нас будет накопляемость оценок, потому что мы каждого ребенка проверим. Мы посмотрим, насколько кто что прочитал, какие прилагательные глаголы они там нашли. И, собственно, периодически работы детей поражают свои фантазии. Периодически на семьях коллеги спрашивают, при проверке допрашивания таким образом, стоит ли давать детям возможность открыть учебник? Знаете, здесь однозначного ответа дать не получится, на мой взгляд, просто потому, что каждый из нас знает свою конкретную группу, свой конкретный класс. Если группа сильная, то мы можем запретить открывать учебник. Дорогие мои, вы читали, вы делали, вы разбирали, все слова вы знаете, пишем без учебника. Если же группа несколько слабее, и даже зная текст, и изучив его досконально от и до дома, они наделают множество ошибок в правописании, то в принципе мы можем дать им на 30 секунд, на минутку открыть учебник и подсмотреть, как пишется то или иное прилагательное пример. Более близко к тексту расположен такой прием, как пирамида рассказа. В принципе суть очень похожа, только структура. Смотрите, сверху у нас главный герой. На образце у нас представлены пирамида рассказа для текста про путешествие к центру Земли. Главный герой кто? Профессор. Какой он? Intelligent, раз он профессор, значит он Intelligent, и раз он пошел к центру Земли, в такое отчаянное путешествие, он наверняка бэйд. Мы описываем место действия, где происходило в удивительном месте, там на картинке помним у нас огромные животные, огромные грибы, все так необычно, удивительно, где это было в центре Земли. Далее мы имеем возможность в нескольких предложениях передать основные события и развязку. К примеру, they went to the dangerous journey, they found an old knife и так далее. Очень интересно работает этот прием именно как подготовка детей к аналогическому высказанию по тексту или пересказу. То есть, опять-таки, мы постоянно выводим детей на коммуникацию, но в виде перед собой такую таблицу, такую пирамиду, им это очень просто сделать. Опять-таки, данную пирамиду очень хорошо использовать в рамках проверки домашнего задания. Прочитали текст, поставьте, пожалуйста, пирамиду рассказа, вот вам 2-3 минуты на эту работу. И смотрите, как много времени мы потом освобождаем себе на уроке. Следующий прием, который тоже очень классно работает, ну, в моей практике 5-6 класс я чаще себя использую, это круги контрастов. У нас имеется одно понятие, и наша задача его сравнить, найти общее и, собственно, то, что отвечает данное явление. Вот, к примеру, текст про Новый год в Америке, в России. В России все дети знают, что мы получаем подарки, это семейный праздник, да, и празднуется широко, аж 10 дней мы его гуляем. В Америке это уже день, который они проводят не с родными, а чаще всего с друзьями, потому что до этого они уже отметили Christmas, дети опять какие-то знают. Не так широко празднуются, потому что объединяем, естественно, то, что это выходные, и там что-то вкусненькое обязательно приготовить. Для примера сверху вы видите таблицу, назовем это так, про систему образования в Англии. Мы с детьми пятого класса, это из учебника Spotlight пятый класс, составляли подобные круги контраста по системе образования в России и, собственно, в Англии. Задача детей была посмотреть, во сколько лет там идут в начальную школу, во сколько лет они приходили, собственно, к нам в первый класс. Следующий прием это концептуальное колесо. Суть состоит в том, что в ядре колеса вместо вами ставим понятия или какое-то слово, например, глагол like. А в структуре по всем этим звеньям мы можем расположить абсолютно то, что нам необходимо. Либо это синонимы глагола like, например, love, prefer и так далее. Либо, если мы изучаем дни недели, в пятом классе мы все равно все это дело повторяем, пускай расставят дни недели. Если нам необходимо вывести потом детей на логическое высказывание о своем распорядке либо дня, либо планах на неделю, опять-таки они могут в каждом секторе поставить действия. Например, go to school, help my mom, go shopping и так далее. Затем уже, пользуясь просто вот этим маленьким концептуальным колесом, они нам построят предложение семьи, соединяем это все в текст, что же они делают каждую неделю. В заключение хотелось бы сказать, что работа по именно развитию критического мышления помогает сделать уроки более интересными, творческими, результативными. Я надеюсь, что в принципе после того, как вы ознакомились с приемами, о которых я сказала, и то, как УМК Spotlight и Starlight позволяют нам всем этим пользоваться, все-таки не будете отрицать, что становится более творческий и неинтересный урок. Более того, именно такая работа увеличивает время речевой практики на уроке для каждого учащегося, не только для сильного, который в любом случае что-нибудь нам расскажет, даже слабый ученик какую-то ассоциацию выдаст, на какой-то вопрос ответит. То есть наша задача всегда, да, научить детей говорить и сделать так, чтобы они не боялись. Данная работа в развитии критического мышления нам очень сильно в этом помогает. Более того, мы добиваемся усвоения материала всеми учащимися от сильных до слабых, потому что на своем уровне они все равно это запомнят. Как же ведь говорят, что то, что слышим, видим, мы запоминаем процентов на 50-60, а то, что сделали, это уже процентов 90, а то и 92 все. Таким образом, при работе в данной технологии мы постоянно агитируем детей на то, чтобы они это делали сами. Сами прочитали, сами написали, сами выразили предположения. Соответственно, опять-таки, помогаем. Более того, критическое мышление и работа в данном русле позволяет формировать социально значимые нравственные ценностные мотивы поведения детей. здесь нельзя не сказать о тех ребятах, которые в тем, не в тем, дайте что-нибудь сказать. У меня, например, в классе есть такие, которые говорят, 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 по теме или нет, мало их иногда волнует. Наша задача научить их толерантному отношению друг другу во время урока. Сделать так, чтобы они выслушали одноклассников, чтобы они дали возможность высказаться, например, другой команде или другому дату, другой паре и так далее, чтобы они слушали и слышали не только себя, но и окружающих. Мы развиваем рефлексию и креативность. То есть мы постоянно в рамках работы по данной технологии возвращаемся к началу и рефлексируем, что знали, что узнали. И, естественно, воспитываем коммуникативность и самостоятельность. Здесь, я тоже думаю, все согласятся, потому что постоянно мы выводим детей на коммуникацию. И мне словами хочется сказать, что современный ВОЗ хоть предъявляет очень жесткие требования к учителю, в принципе ничего плохого от нас не просят. Наша задача делать все то, что в принципе мы делали просто немного под другим углом и пользоваться всеми теми возможностями, средствами и приемами, которые нам предлагает УМК Спутлайт, УМК Старлайт, ну и немножко креативности добавить именно с точки зрения учителя. Спасибо вам большое за внимание. Мы перейдем к вопросам. Рекомендации по чтению для учеников. Не совсем понятный вопрос. Здесь рекомендации в принципе стандартные, что разная цель чтения, мы либо читаем частями текста, либо ищем, либо просто просматриваем. Все тексты, которые у нас имеются в УМК и Спутлайт и Старлайт уже содержат необходимый процент и лишней информации, которая не влияет на выполнение задания и новой лексики. Поэтому в принципе весь выбор текстов для нас уже сделан. Что происходит, если ученик читает текст, не выполняя при этом задание. Ну, а не выполнить задание у него тоже возможности не будет, потому что я как педагог с ним в любом случае спрошу именно тот результат, который мне нужен. Не то, чтобы он постоянно мне красиво читал с максимумом одной из двумя фактическими ошибками, но чтобы он именно искал материал по тексту. Знаете, очень часто сейчас провожу работу с текстом именно в классе. То есть, вот как я говорила, ставлю таймер, даю текст и говорю, что в итоге нужно будет сделать. Поэтому не выполнить задание, но у учеников мало возможностей, поэтому проявляем свои способности именно в том, чтобы стремиться в том, что нам необходимо. Но сделать так, чтобы дети сами этого захотели. Следующий вопрос. Как вы думаете, почему при изучающем чтении надо переводить на родный язык, а при ознакомительном нет? Ну, я в принципе об этом сказала. Изучающие чтение надо заставлять уже более критически подходить к тексту, более глубоко анализировать его, поэтому периодически те фразы, грамматические, лексические конструкции, которые у него встречаются, все-таки требуют перевода на русский язык. Но постоянно этим злоупотреблять все-таки не стоит. А при собственно ознакомительном чтении у нас задача состоит в другом. Наша задача ознакомиться с текстом и понять о чем он и какие главные темы там освещаются. Использование приема синквейн рекомендуется для какого возраста учащихся. Самые обмананные постинки я уже в четвертом классе не составляю. То есть в принципе когда угодно, когда вам хочется. Была в прошлом году на открытом уроке своих детей по биологии, они были седьмой класс, они составляли синквейн. То есть в принципе любой возраст это можно органично вписать. Так, ссылка на материалы текущего вебинара будет. Тогда еще раз хотелось бы вас поблагодарить за внимание. Очень рада была видеть интерес к теме с вашей стороны. Хорошего вам отдыха и буду рада видеть вас завтра. До свидания.